Заболевание сердечно-сосудистой системы сегодня одна из основных причин смертности и инвалидизации населения многих стран мира. К сожалению, с каждым годом частота и тяжесть их неуклонно возрастает. Специалисты считают, что причинами нарушений в работе сердечно-сосудистой системы является неправильный образ жизни, нерациональное и несбалансированное питание, малоподвижность, частые стрессы и нервные срывы. В качестве профилактики врачи рекомендуют хотя бы раз в год проходить обследование в поликлинике по месту жительства. Правильно и регулярно питаться, как можно больше двигаться и заниматься спортом. Универсальные рекомендации, простые, понятные всем. Это, во-первых, адекватный двигательный режим. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человек должен ежедневно не менее получаса выполнять какие-то физические упражнения. Это могут быть любые физические упражнения, либо 30-минутная ходьба, непрерывная в обычном темпе, либо это 30 минут выполнения домашней работы. В последнее время тренажерные залы все больше и больше входят в нашу жизнь. И это, безусловно, хорошо. Занятия в спортзалах помогают бороться с главной и весьма актуальной для общества проблемой – гиподинамией. Специально для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы здесь существует целая группа так называемых кардиотренажеров – вело- и эллиптические тренажеры, беговая дорожка. В первую очередь они способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой системы. Дополнительный эффект заключается в сжигании жировых отложений, улучшении работы дыхательной системы, а также повышении жизненного тонуса. Некоторые думают, что именно тренажерный зал – это сразу силовые занятия. На самом деле это не так. У нас есть и прекрасный кардиоряд, и обычные упражнения с весом собственного тела. И они являются непосредственно теми упражнениями, которые даже и показаны для сердечников и имеющих проблемы в отклонении с сердечно-сосудистой системой. Сегодня вести здоровый образ жизни модно. Люди борются с лишним весом, бросают пить и курить, занимаются так называемым любительским спортом. И все это не только для того, чтобы держать себя в форме, но и для хорошего самочувствия. Физические упражнения рекомендованы всем. Тем, у кого нет времени для занятий, врачи рекомендуют больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Нужно правильно оценить свои способности и выбирать тот вид активности, который приносил бы удовольствие.